Девушки отдыхают Семейные завтраки, обеды, ужины – это очень важно Но знаете что? Совсем не обязательно проводить на кухне все свое свободное время Рецепты быстрых блюд – вот мое спасение И сегодня только для вас я поделюсь таким рецептом Мы приготовим с вами ленивый яблочный пирог Можно взять яблоки зеленые, красные, какие хотите А кто-то его уже ел Наверное, это дочка моей подруги Ну что ж, дети есть дети Итак, яблоки мы очистили, теперь нужно их порезать Яйца взбиваем с сахаром Берем наш кефир, сто миллилитров Добавляем муку Берем наши яблочки Начинаем украшать Какая красота Ммм, как пахнет Похоже, наш оператор забыл позавтракать Давайте угостим Так Павел, прошу, угощайся Ммм, как вкусно На здоровье Ну вот и все А мне осталось пожелать нашим телезрительницам хорошего дня И напомнить, что мою книгу «Суперхозяйка. Эффективный быт» уже можно купить во всех книжных магазинах города И оформить предзаказ в интернете Всем пока Это что за от Себятина в кадре? Ну, что от Себятина? Просто как-то разнообразить хотелось Разнообразил А ты уволена Что? Почему? Яблоки Ну, ты должна была их проверить Жанна, ничего страшного не случилось Ну, хочешь, давай переснимем Нет времени переснимать Нам сегодня еще планы для инсты надо подснять И, кстати, я договорилась, скоро шмотки привезут Выберешь себе что-нибудь на фуршет? Опять шмотки? Я что, не могу в своем пойти хоть раз? Нет Так принято, привыкай Оль, ну ты сильно не переживай Я с Жанной поговорю Спасибо Все знают, что она стерва Ну, что стерва? Перфекционистка? В данном случае это одно и то же Гражданчик, я вас прекрасно понимаю Но судья не принимает гражданских Это не положено Все вопросы через канцелярию Дмитрий Владимирович Я в эту вашу канцелярию два месяца уже хожу И все без толку, понимаете? О, ждет Ну, не положено Игорь Николаевич, пожалуйста, возьмите это заявление Ждите здесь, ты со мной Напомню, зачем мы здесь собрались? Чтобы обеспечивать законный порядок Правильно Ну, не абстрактно, а с вниманием к каждой человеческой проблеме Ты не понимаешь, Жакир Николаевич У нас таких, как Алферова, два человека на дню И у всех горит, и всем надо Значит так, я все понимаю Но Алферова далеко не девочка, чтобы гонять ее по канцеляриям В среду рассмотрим ее дело Чтобы документы были готовы Хорошо У вас следующее заседание через 10 минут Хорошо Почему перенесли заседание? Я требую объяснений Гражданин Иванько, вы находитесь в государственном учреждении Извольте вести себя соответственно Заседание перенесли в связи с отсутствием ключевого свидетеля Я в канцелярию Давай Что-то еще? Послушайте, мой сын молодой еще, горячий Ну, немного покуражился, превысил, с кем не бывает А тут это драндулет Что здесь рассматривать? Ваш сын Иванько Андрей Иванович Находясь в состоянии алкогольного опьянения Превысил скоростной режим Подрезал карету скорой помощи Водитель скорой в больнице Это, по-вашему, просто покуражился? Но он же не специально, понимаете? Третий случай за год Первые два вам удалось замять Этот не удастся Ближайшее официальное заседание состоится через две недели А времени вас известят Вот оно, значит, как Ты молодой человек не понимаешь, с кем разговариваешь Ну что же, я тебя поучу ум и разуму Я буду ждать Доставь мне на него все, что сможешь Всем дураком промах достань Не бывает нынче белых и пушистых Да, бабу его проверь У него фотография на рабочем столе стоит Все, понял, сделаю Алло Да, вот так замри Еще и звонишь, да Да, и еще один И давай я еще хотел с цветочками Вот, давай я их буду фотографировать Да? Только не это, да, вот это Давай Да Да, и ближе к тебе, да Вот так, да Есть Не, ну что здесь происходит? Что? Нам заказчик оплатил Промо смартфона А ты цветочки снимаешь? И что это за поза? У тебя радикулит? А ну прекрати немедленно Я поняла Перерыв А ты вообще можешь быть свободен Если работа недорога Да Нехорошо как-то получилось Ну а что ты вечно дразнишь? Ну не знаю Ну как-то Само выходит Уйдешь себе как первоклашка Так Подожди А она что, тебе нравится? Ну что с того? Ну Ну как? Может быть уже хватит дергать за косички? Давай признайся ей Ну давай Кто я для Жанны? Очередной оператор-самоучка? Каких пруд-прудей? Ладно Пойду скину ей материал Чтоб опять не прилетело Давай Кать Вещи привезли Жду тебя в гримёрке Хорошо Ладно, Люда Привет Я соскучился Ну так, бросай все, приезжай. Я бы рад, но я боюсь председать, он не оценит, если я не идусь на заседание. Скажи ему, что я лично приеду и выкраду тебя, если он задержит хотя бы на секунду дольше положенного. Ой, похищение от трех до пяти. Но это так, чтобы ты знала. У меня есть смягчающее обстоятельство, годовщина знакомства. Меня оправдают. Все, котенок, прости, люблю тебя. Пока. Пока. Я тебя люблю. Катя! Пока. Жанна, извини. О, что ты... Да вот. Жанна, ну ты как-то с Пашей повежливый, классный парень. Безответственно. За тридцатник уже перевалил, а у него хихоньки да хахоньки. Ну это да. Так, значит, с тебя сегодня еще пост на рабочий аккаунт. Ну, сторис, само собой. Да, и отзыв на кухонный комбайн. Тот, что мы на прошлой неделе тестили? Да, он самый. И постарайся, пожалуйста, чтобы вышло так вдумчиво и со вкусом. Угу. Хорошо. Прошу всех встать. Суд идет. Да, и чуть не забыла. В пятницу летим к морю. Рекламная серия про отдых. Слушай, Жанна, я не могу. У меня планы с Игорем. Да ну, перестань. Игорь женат на своей работе. Он даже не заметит, что тебя нет. Ты вон с Пашкой больше времени проводишь, чем с Игорем своим. Ничего подобного. И это не твой стиль. Давай сразу следующее. И вообще, у нас с Игорем сегодня интимный вечер. Да-да. Ничего себе. Может быть, он тебе предложение наконец-то сделает? Нам и так хорошо. Ну да. Только колечко все-таки весомый аргумент. В пользу серьезности его намерений. Да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Кать! Что? Ну, ты помнишь, с чего мы с тобой начинали? Одна кастрюлька на двоих в общаге с тараканами. А теперь оглянись! И тем более, это всего лишь три дня. Ну, море, солнце, спа. Тем более, тем более, если мы хорошо отснимем купальники спонсора, я машинку себе куплю, там, присмотрела уже. Ну, хорошо, ладно. Эй! Что? У нас будет свое шоу, и ты будешь звездой. Как? Вот это прекрасно! То, что нужно. Ну, отлично. Эм, так, фуршет в шесть, пожалуйста, не опаздывай. Игорь Николаевич, что там с делом Иванько? Да, как обычно. Устроил гонки на шоссе, подрезал карету скорой помощи. Есть информация, что в момент управления автомобилем находился в нетрезвом состоянии, а с места аварий скрылся. Понятно. Ну что, отъездился? Да не факт. У нас есть записи с местных видеокамер. Но Иванько-младший утверждает, что его резкий маневр был спровоцирован тем, что у него заклинуло коробку передач. Анализов медицинской экспертизы у нас, естественно, нет. Я думаю, что здесь Иванько-старший постарался. А вот ключевой свидетель, парковщик ночного клуба, которому Иванько-младший разбил нос, за то, что тот не хотел ему отдавать ключи от машины, не явился на заседание. Ну, ты сам прекрасно знаешь, что Иванько-старший – это МВДшник в отставке. До давних пор еще и наблюдательный совет по госэкспертизе пролез. С многими на коротке. Нашему министру уже телефон оборвал. Старик волнуется. Нужно форсировать. Хорошо. Кого отправить за свидетелем? Езжай сам и прямо сейчас. И привози его как можно быстрее. Гостиницу и защиту я тебе обеспечу. Пора научить эту братьеву Муразову. Хорошо. Давай. Да, да. Хорошо. И звонишь. Вышел. Опять своему котенку наяривает. А, теперь телегу строчат. Че там? Котенок, прости. Срочная командировка в область. Приеду в гостиницу. Наберу – люблю. Это че получается? Мы теперь среди ночи к черту на куличком за ним поедем? Хорош гудеть. Да, поедем. Вот урод. Какого черта ты меня дергаешь? Из-за тебя я неверный ключ нажал. И теперь у нашего судьи мобилой беседе. И мы не узнаем, что думает котенок о его командировке. Что ты Беньки вылупил? Давай, дергай за ним. Даша, я помню, что у нас важная встреча. Я не опоздаю. Да, давай. Добрый вечер. Добрый вечер. Катенька, тебе опять на работу? А, да, да, работа. А девочку на кого оставишь? Какую девочку? Привет. А ты кому? Папу ждал. Ты, наверное, ошиблась. В этой квартире твоего папы точно нет. Его зовут Игорь Николаевич Коваль. Что? Его зовут Коваль Игорь Николаевич. Мой папа. Привет, какой ты, Игорь? Нет детей. Это вы так думаете? А тебе разве не говорили, что нельзя заходить в чужие квартиры без спроса? Говорили, но это квартира папы. А папы здесь нет. Девочка, а где твоя мама? В командировке. Где? В Чили. А, я поняла, она поехала на фабрику, где производят соусы, так? Объясняю. Республика Чили государства на юго-западе Южной Америки. Столица Сантьяго официальный язык испанский. Моя мама, господин, международник. Ясно? Моя мама, еще вопросы? Абонент временно недоступен. Перезвоните пусть. Слушаю вас. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Я просто до Игоря не могу дозвониться и… Погодите, Игорь что вам не сказал? Его председатель нашу в командировку служебную на сутки отправил. Завтра вернется. Да, он мне написал. Ну, а что же вы тогда? Да я просто переживаю. Еще и дочка Игоря появилась. Какая дочка? Чья? Ладно, не берите в голову. Вы извините за беспокойство. Всего хорошего. Ты в курсе, что у тебя холодильник пустой? Даже молока нет. Мы все время на работе. Дома почти не едим. Да, Жанна. Ты где? Ходоков уже здесь. Да, да, Жанна. Я уже еду. Еду. Все хорошо. Да. Да, все. Ты едешь со мной? Никуда я с вами не поеду. Ну, я не могу тебе дома оставить одну. Ты поедешь со мной. Мне все равно. Ты слишком маленькая, чтобы дома оставаться одна. Мне семь лет. Я самостоятельная. Когда папа приедет? Завтра. Так, подожди. А он вообще в курсе, что ты приедешь? Твоя мама ему сообщила? Ладно, поехали. Ну что ты жуешь бесконечно? Ну позвони еще ты ей. Спроси, где ее носят. Сейчас позвоню. Ходоков уходит. Ты его задержать. Бегу за мной. Креативщиков в десять часов. Надо что-то думать. Бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу-бегу. Ваш материал. Знаете, нам это не подходит. Скучно, предсказуемо. И что это за семейное шоу без семьи? Ну, семьи же разные бывают. Муж может быть на работе. А мама успешный блогер. Да, может быть. Но нам это не подходит. Наши матки. Ты кого в собой предыдущешь? Не переживайте, я разберусь. Прости, ее не ски было оставить. Я хотела взять один стаканчик лимонада, а они раз и все упали. Это ваш ребенок. Вот это интересно. Слушайте, снимайте свою дочь. Вот. Вместе с мужем. Он мне не муж? Это не важно. Знаете, папа оператор, это свежо. Вообще, по-моему, это глупая затея выстраивать бокалы в горке. Тем более, что льют туда не лимонад, а кислятину всякую. У вас лимонад есть? Похоже, делать нам здесь нечего. Уходим. Здесь вообще есть нечего. А я есть хочу. Вот непосредственность. Вот то, что надо. Непосредственность. Думайте. Да, да, конечно. Конечно. Берем наши яблочки. Начинаем украшать. Вуаля, пирог готов. Ставим его в духовку. Я не знаю, что там Ходокова не устраивает, но это классика жанра. Это как раз то, что нужно нашей зрительнице. И, кстати, такая подача информации многих мужчин тоже заинтересует. Невкусно. Трава одна. Я бургер хочу. Бургер – это вредно. Пирог есть тоже вредно. Ну, что по-твоему полезно? То, что радость переносит. Например, большой молочный коктейль. Так. Я понял. Пора мне прогуляться к бару. Тебе какой? Ванильный? Нет. Мне с аппетитовым соком и овсяные хлопья. Я сама закажу. Слушай, а это идея. Может быть, правда, вместо пирогов будем готовить смузи, вот, например, с такими хлопьями соком? А что? Просто современно? Да, это же концепт. Ну, смотрите. Название. Спросите Машу. Как вам? Ну, мне нравится. Зачем? Да. Не знала я, что у Игоря есть дочь. Если честно, я тоже. Интересно, чего еще мы о нем не знаем? Да бросьте вы. По-моему, все отлично получилось. Это наш второй шанс. Нет. Нет никакого второго шанса. Все. Машу снимать мы не будем. Эй. Почему? Ну, что почему? Во-первых, нужно хотя бы Игоря спросить. Он ее отец. И у мамы ее нужно спросить. И вряд ли Маша сама захочет. Так, может быть, мы у Маши спросим? Машуль, а ты хочешь сниматься в телешоу? Да. Нет. А вот и да. Мне кажется, мы сработаемся. Нет. Я сказала нет. А вот и да. Так, все, уже поздно. Маша, пора спать. Давай, допивай коктейль, и мы поедем. Паш, сможешь нас подбросить, пожалуйста? Да, я могу подвезти. Нас тогда первыми высадишь, ладно? Это не вопрос. Борис Васильевич, гад-то я вас звонил. Вы не явились на заседание. Вам не прислали повестку? Нет, почему прислали? Я получил повестку. Так. Но меня настойчиво попросили уехать. Интересно. И кто попросил? Иванько. Он прислал своих людей. Один такой здоровый, наготелый похож. А второй делом в костюме. Я маленький человек. Мне проблемы не нужны. Вы должны меня понять. У нас в поселке вообще никакой работы нет. А в городе на парковке я тысячу получаю. Понимаю. Борис Васильевич, от лица правосудия я лично гарантирую вам безопасность. Если вы согласитесь выступить в суде, мы обеспечим вас и гостиницей, и защитой на все время слушаний. Я прямо сейчас готов отвезти вас в город. А если не снова приедут? После дачи моих показаний, что тогда? Не приедут? У меня маленький ребенок. И жена в ночную уходит. Понятно. Понятно. Ну, ладно. Хорошо, я поеду с вами. Завтра в 10 часов утра. По адресу Правда из 17, второй подъезд. Спасибо. До завтра. Да. До завтра. Слушайте, ну со связью у вас совсем беда. Все жалуются. Пятый год обещают ретранслятор поставить. Да все никак. Я могу еще раз воспользоваться стационаром? Позвонить на мобильник? Ну, вообще-то не положено. Но в отдельных случаях делаем исключение. На комическая сна. Я вас помню. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Спасибо. Давай, проходи. В спальню днись, пожалуйста. Ага. Может быть, спит. Спасибо. Ну что, уйти к своей королеве. Она уже ждет. А это твой шанс, между прочим. Ох. Шанс получить за трещину. Ну, знаешь. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Так что давай, давай. Слышь, Кать, твои практичные советы по эффективному устройству быта в теории безупречны. Но на практике есть нюансы. Пеки уже, нас ждет. Пока. Пока. Спасибо. Так ты не стерва. Стерва бы не помогала дверь открыть. Это еще что значит? Так. Проверяю. Поехали по городу покатаемся. Я тебе набережную покажу. Там свет новый поставили. Тысяча ват. Красиво. Мороженое поедим. Шоколадное с вишней. Ну, или печенье со сливками. Паш, какое мороженое, какая набережная? У нас завтра съемки с самого утра. Ты будешь опять кофе литрами пить и объектив со штативом путать? Поехали. 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 Доброе утро, Маша Доброе утро О, привет А ты как сюда попала? Мне Маша открыла Что? Ну а что такого? Яичницу будешь? Ты что, сама все это приготовила? Подожди, подожди, я тебе сейчас помогу Я сама могу Садись, у тебя взрослая самостоятельная дочь Это я наше шоу имею ввиду Какое шоу? Ешь быстрее, у нас съемка через час Какая съемка? Фотопробы, знаешь ли? Доброе утро Черный Один сахар Спасибо, Паша Дай пять Опа Кофе с молоком Будешь? Капучино Подмазываешься? Ну, подожди Маша Латта Она любит латт Паш, ну что? На тебя одна надежда Поговори с Жанной М? Ну, Маша не может сниматься А шоу без разрешения? Ну, нет, я уже с кофе прокололся Хочешь, чтобы от меня ничего не осталось? Как-нибудь сама Боже мой Балетная пачка с лосинами Это ты сама придумала? Это называется грант Это деточка Называется дитя помойки Ой Давай, наверное Вот это примерим Смотри Я эту ерунду не одену Жанна, скажи ему Ну Давай просто попробуем Мне кажется Очень будет хорошо Ты сама не представляешь Это очень модно Очень Ты с ума сошла? Мы не можем Машу выпустить в кадр У нас нет официального разрешения Я не знаю, где мама Игорь Как к этому отнесется Катя Что? А может, скажем, что нашли Машу в актерской базе? Я анкету ее могу задним числом закинуть Ты туда же, а? Вот Очень хороший вариант Ух ты! Вот это я понимаю Настоящие звездатели шоу Свидетель вышел Вижу, вижу Вот не понимаю Чего людям спокойно не живется, а? А Коваль принципиальный То есть, как делом горит К свидетелю сам метнулся Грабу я видел таких принципиальных Коваль себе цену набивает Что-то не похоже Хватит решать Видишь, в машину сели Давай за ними Так Теперь попробуем, как хозяйка Вот так вот в перчатках Да? Руки Да, в локтях Вот И на меня смотрим Да? И теперь Задумалась, да Задумалась А с чем же я сегодня Буду своих подписчиков удивлять Ну, отлично Молодец Ну, что ж такое-то, а? Катюш Да? Там же все готово Тебя ждут Иду Все, буду Я посмотрела пилотные кадры Это огонь Маш, ты молодец О, Катя Держи Я тут кое-что набросала Давайте пробежимся по сцене Маша Значит, смотри Стоишь здесь Катя там бла-бла-бла-бла-бла-бла Смотрит на тебя И ты ей вот это в ответ Поняла? Да Так Стоп Спасибо всем Съемка окончена Я могу уже переодеться О, зачем тебе переодеваться Это образы Можешь оставить себе И эти тоже Мне столько одежды не надо Шмоток много не бывает Забирай Жанна Жанна, ну чему ты ее учишь, а? Паш, можешь пока присмотреть за Машей? Да, конечно Можно поговорить Пойдем Жанна Так, что Выбирай любовь Ну и Маша не будет Маша не будет сниматься в шоу Слушай, давай смотреть против глаза Маша сама хочет работать И у нее получается Жанна, ну сколько раз тебе можно говорить У нас нет никакого права снимать Машу У нее мать есть в конце концов А у нее, получается, и отец есть Ты сама хотела ребенка Вот он, твой шанс Бери Что значит бери, Жанна? Это Нет, так нельзя Я Я вообще не умею общаться с детьми Ну, если Маша дочь Игоря То тебе придется научиться Как-то с ней Общаться И вообще Что в этом сложного? Не знаешь, что делать? Посмотри ролики в сети Побучи домой, заедем пообедаем Да? Что, опять туда, где мы вчера были? Ну что Там хорошо кормят, здоровая еда Нормальные цены Я хочу бургер и картошку А там этого нету Хорошо, заедем туда, где есть бургер и картошка А ты съешь их, ладно? А ты будешь? Я Нет, не могу У меня контракт А, а ты из-за этой рекламы, что ли? Ну да Садись Почему ты притворяешься домохозяйкой? У тебя еды нету в холодильнике И ешь только в ресторанах Ну Почему сразу притворяюсь? Я Просто у меня нет времени готовить И все Садись А куда ты его деваешь? Я веду блог Книжку написала про Эффективный быт Ролики снимаю С паршей Жанной Ну ты видела Садись Ты просто зануда Знаешь что, маленькая леди Мы сейчас поедем в магазин Купим продукты Я все приготовлю И жареную картошку И котлеты И ты узнаешь Что я умею готовить И не зануда Тебя устроит это? А ты будешь? Ну конечно Я обожаю Жареную картошку Ты обманщица Но не зануда Идемте Идемте Привет Ваша охрана Давайте, ребята На связи Да Я не безумещ Mama Я иди Я помню Я не хочу А где он Я иду 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 Лед Здравствуйте. Телефон почему-то симку не видит. Посмотрите. Давайте посмотрим. Ну что? Мертвая вообще. Странно, конечно, но бывает. Я заменю вам сим-карту на новую. Ваш номер, естественно, останется. Все сохраненные контакты восстановятся. Все, спасибо. До свидания. Да. Мы тебя потеряли. Ты где? Да я только что вернулся. Симка в телефоне легла. Слушай, скажи там председателю, что я все сделал. Сейчас домой заеду и сразу в суд. Хорошо, передам. Тебя, кстати, и Катя вчера вечером искала. Волновалась. Хорошая она тебе. Повезло тебе. Да я знаю, что она у меня самая хорошая. Все, отбой. Как вкусно пахнет. Катя, Паша обещал скинуть мое фото на твою почту. Можешь открыть, пожалуйста? Ну, давай, хорошо. Раз обещал, давай посмотрим. Так. А это кто? А, это Игорь. Подожди, ты что, не узнала свою папу? Все, приехали. Видишь, он в подъезд пошел. Бабе свои цветы понес. Так, квартира принадлежит Ковалю. Больше зарегистрированных нет. Подождем. Так хочу ждать. Ты правда не понимаешь? Или вид делаешь? Я всего переписку в телефоне перешерстил. Ни единого намека на мне трудовые доходы и тайные связи. Наш судья чист, как слеза. Еще и свидетеля в город притащил. И Ванько с меня шкуру заживо снимет. Одна надежда на его бабу. Ну, ладно. Так бы и сказал, подождем. Что случилось? Знаешь, а ты очень даже счастливая. У тебя есть мама, папа. А я вот сирота, своих родителей вообще не видела. И даже не пыталась найти. Ну, почему пыталась? Нашла папу своего. Но у него другая семья. Но я ему, казалось, не нужна. У моего папы тоже другая семья. Ты. Маш, ну, 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 это совсем другое. Игорь очень хороший, вот увидишь. Да? А вот как раз и он. Пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok